Дорогие друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на открытом катке хоккейного города. Сегодня мы расскажем вам про правила скольжения, торможения и падения. От падения не застрахован никто, и профессионал, и любитель. Предлагаю вам легкое упражнение, которое осваивают все дети, которые приходят делать свои первые шаги на льду. Оно очень важное, рекомендую вам попробовать. Мы приседаем, расслабляемся и падаем на бок. Безопасно. Пожалуйста, ни в коем случае не хватайтесь за других людей, потому что вы можете и себя уронить, и других. Старайтесь избегать падения на спину, потому что это падение считается одним из самых опасных. Очень важно держать колени в согнутом положении, спину чуть наклоненную вперед. Это убережет вас от падения назад и сделает возможным легкое передвижение по льду. После падения не вставайте на ноги сразу. Сначала встаньте на колени, упритесь носком и потом только поднимайтесь. Упражнение для тех, кто первый раз пришел на лед, а также для маленьких деток. Сгибаем коленки, ставим ручки на коленки и медленно, не торопясь, шагом пробуем пройти вперед, как в кроссовках. Шаг номер два. Из этого положения мы можем нажать всем коньком на лед и попробовать оттолкнуться одной ногой, потом второй ногой. Опять одной и второй. Очень важно правильно и безопасно тормозить для себя и окружающих. Предлагаю вам освоить два приема. Один зубчиком, один пяточкой. Первый вариант. Вы можете затормозить сзади или зубчиком, или лезвием. Второй вариант. Можно затормозить, вынеся ногу вперед. Или пяточкой, или ребром. Катание на коньках это здорово. Катайте в свое удовольствие и для своего здоровья.